Продолжение следует... 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 сейчас наверняка убедились что как мы помогаем на сайта наш зайдите на наш сайт посмотрите он созвучный нашему названию пожалуйста сайт вот мне лично самое интересное дайте хоть зайду посмотрю но я же вам назвал название нашей организации помните уже забыли прям 3w впереди наберите 3w aliam.ru совершенно верно вот а сейчас в интернете а лям набирает что-то ничего путного не нахожу значит у вас что-то непутное выходит там наверно набираем да скорее всего вы одну л пишите они 2л сколько 1л нет надо 2 что-то путно хочу сразу не нашли а потом уже не хотите сказать видимо попалась все-таки вышел один из первых поисковики в яндексе он выходит что очень популярный сайт вы не везли вы даже кто составляет письма и то не знает мы будем писать письма не от своего имени от имени клиента и вообще значит разговор того что клиент должен ничего не должен он даже выполнять условия вашего липового договора не должен если вы хотите на эмоции переходить я вам поясню что в договоре нашего клиента вообще ужас что написано с первого дня клиента обманываете еще ствердите какой-то порядочности и о правилах я не собираюсь вам вообще дамочка на какие-то вопросы отвечать я не знаю кто звонит да вы давайте когда номер доверенности мне сообщите на основании которого вы интересуетесь делами моего клиента здравствуйте пожалуйста как вас зовут я уже вам представлялся меня зовут дмитрий евгеньевич дмитрий евгеньевич а фамилия ваша дмитрий евгеньевич кузнецов номер телефона вашей организации хотя бы как нам узнать вообще что вы сотрудник да не нужно вам зачем вам почему вы должны что-то узнавать нам плевать будете вы знать что-то нас или нет нашим клиентам отвечает нам вы не понятны не учите меня жить я не знаю с кем я разговариваю вы заметили да я могу вести я могу назвать наш юридический адрес да мне плевать на ваш юридический адрес вы мне назовите свою фамилию и отчество номер доверенности на основании которого вам делегировала ваша организация вести переговоры с клиентом я сначала проверю а потом выберу для себя формат общения а то вы мне тут уже на меня столько грязи вылили я тут пытаюсь с вами рассусоливать каким образом вы можете что-то проверить скажите пожалуйста если вы элементарно позвоню в банк и спрошу если такая госпожа у вас в штате имеет ли она право если у нее доверенность от банка основании которой делегировано право звонить человеку и узнавать что-либо о нем мы звоним согласно условия договора наш клиент поставил подпись дал согласие на то что теперь у нас вы знаете что первое письмо которое мы отправили вот имени клиента это за согласие на обработку персональных данных и передачу этой информации этим лицам на то что вы банк вы имеете право пробовать общаться в устном формате с банком наш клиент совершенно спокойно может отказаться от такого формата общения и вести переговоры только в письменном виде письмо какого числа вот как они буду я вам отчеты отдавать получите увидите кто вы такой вы просто сотрудник службы взыскания письма отправлены в адрес головного офиса вообще непонятно кто такой мне все равно что вы сотрудник которого зацепили за амбиты вы привыкли доводить до инфаркта бабушек и дедушек а тут нарвались на человека которому плевать на ваши угрозы вы понимаете что вы утратили возможность влиять на клиента и это вас тоже бесит подспортно закончили юридический вуз два высших образования поэтому вы сейчас пытаетесь себя так вести я сижу и смотрю кино интересное называется а вы мне тут звоните и вынуждаете меня отрываться от приятного времяпровождения выходной день кто вам дал право звонить в выходной день клиенту ну объясните пожалуйста однако вы ответили поэтому будьте добры ну потому что это моя работа я сегодня дежурю в офисе и отвечаю на звонки письмо в банк от какого тебя письмо в банк направлено да я же вам сказал получите письма и все увидите вы что там мы что угадать сейчас здесь должны вы что не понимаете что я вам говорю что я не собираюсь вам отчет давать я сейчас сижу получаю удовольствие и уже намерен в ютубе эту запись разместить у вас должно быть все четко такого то такого то что вы думаете что там четко такое то такое то письмо а вы ощущение как будто Светлана Игоревна сидите за столом и праздник отмечаете да нет я не употребляю алкоголь поэтому совершенно отчетливо не говоря что за столом можно только употреблять алкоголь да да я так по вашему тону понял а что нельзя человеку за столом сидеть разговаривать с сотрудником банка я должен по стойке смирно встать вы так привыкли да чтобы ваши клиенты себя вели нет наши клиенты так себя во всяком случае клиенты которые стали нашими клиентами так себя вести не будут Дмитрий Евгеньевич ах наш разговор заходит в тупик вам не кажется в тупик заходит и что теперь продолжайте кладите трубку и злитесь там молча у себя на работе за свои копеечки а я бы на вашем месте подумал как с людьми разговаривать чтобы не нарываться на такие тупики Дмитрий Евгеньевич вы единственный сотрудник данной организации нет у меня тогда нам можно перезвонить чтоб кто-то ответил другой а я руководитель прям президент компании если вы хотите Дмитрий Евгеньевич ну вы зайдите на сайт АЛИАМ ради интереса а то же вам только всякая ерунда выходит а вот когда вы зашли наверное увидели наш сайт вы уже не зашли возможным об этом говорить какую нашли возможность нет я просто сейчас зайду посмотрю кто там действительно генеральный директор данной организации чтобы к вам по фамилии имя отчества обращаться вас ждет большое удивление вы с ним и разговариваете сейчас конечно вы сейчас скажете что так я не должен себя вести а я выбираю формат общения с голосом из трубки так как хочу более того я не против банков и банковского бизнеса я против того беспредела который вы творите нет же организация АЛИАМ вы мне что сейчас вводите да мне все равно что там у вас с интернетом на вашем рабочем компьютере и даже я не подозреваю что вы не на рабочем компьютере сидите нет такой организации АЛИАМ юридической и тем более у вас Дмитрий Евгеньевич да мне все равно что вы там видите на своем компьютере понятно с вами разговор на данный момент я заканчиваю очень рады до свидания алло слушаю вас здравствуйте Альфа-банк Мария Валерьевна главная инспектор управления по работе с проблемной задолженностью Орехова Елена Львовна я могу услышать как фамилия еще раз хотите услышать кого Орехова Елена Львовна нет не услышите вы ее скажите а вы кем приходите сеть скорее всего она к нам как относится это наш клиент позвонили в юридическую организацию точнее звонок передарестовался а как называется ваша юридическая организация мы называемся ООО АЛЯМ как еще раз АЛЯМ и необходимо с ней связаться в каком номере я могу ей сейчас перезвонить вы ее и набирали вы набирали ее номер телефона но она не намерена поддерживать формат устного общения и просто сбрасывает срабатывает переадресат на нашу организацию хорошо передать ей необходимо связаться с банком наш номер 666 здравствуйте в юридическую линию 8800 797 40 она спросит зачем важная информация спросит зачем сейчас документы готовы к расторжению передачи в юридический отдел очень хорошо давайте продолжайте мы как раз к этому и стремимся расторжение договора нас очень сильно интересует из-за таких копеек из-за любых копеек она по всем своим кредитным эпизодам намерена грамотно провести все конфликты угу ну вы на таких людях и наживаете на каких людях всего доброго до свидания мой клиент ЗАО кредит Европа банк алло алло слушаю вас здравствуйте осанна Игоревна могу услышать нет не получится осанна Игоревна услышать вас очень плохо услышь можно еще раз осанна Игоревна не получится услышать у вас что-то я передать я звоню в кредит в кредит европа банка меня зовут Лиля Салифова на отдел мониторинга задолженности можно еще раз как вам обращаться Дмитрий Евгеньевич Дмитрий Иванович Евгеньевич Дмитрий Евгеньевич Дмитрий Игоревич Дмитрий Евгеньевич Я слышу только ваше имя Хорошо, давайте имя оставим Запишите номер телефона банка чтобы она перезвонила Хорошо Готово? Да 8700 Вы же с него звонили Нет, я не с него звоню Это телефон, с которого я звоню Номер не позвонится Дело в том, что она игнорирует все звонки нежелательные банка в том числе и адаптацию установила на нашу организацию на нашим клиентам А почему это связано? С тем, что она не понимает как с банком общаться у нее трудная финансовая ситуация и не может выполнять свои обязательства к кредиту Нагротилась федеристом Но если она на СССР не выходит она не может никак урегулировать вопрос? Ну почему? Не обязательно же формат устного общения Это уже не обязательно формат устного общения Устное общение мы в том числе взяли на себя Что с общением? Устное общение не обязательно Более того, оно не приоритетно Гораздо весомее в юридическом формате это письменное общение Нет, если есть какие-то претензии к банку Но она должна подъявлять эти претензии Конечно, конечно Полностью с вами согласен Кроме того, что она ничего не действует Она решила сейчас, что она права И никаких действий Да нет, ну почему же Она же к юристам обратилась Мы подготовили письма от ее имени И, конечно же, вы будете уведомлены о всех ее претензиях вопросах, пожеланиях Но только в письменном формате Все просто очень Я вас слышу А вы передайте ей Если она перезвонит Ну если желает, конечно, перезвонит Если же нет Ну в любом случае то, что она по столько времени не оплачивает Наверное, понимает, да Что все-таки она сейчас не права Платить она должна тот сроком, который Ну нет Об этом может утверждать только судья Вот И более того Я вас Ну я сейчас не могу с вами этот вопрос обсуждать Ну нет, ну если вы утверждаете Я вынужден афилировать к вашим утверждениям Вы как-то прям невнятно говорите Поэтому я позвонила клиенту Не знаю, почему вы трубку поднимаете Потому что у клиента настроена услуга переадресации Человек не хочет Он сбрасывает Срабатывает переадресация Перенаправляет У вас сегодня благоприятный день Который сулит финансовое благо Немного Что у вас Со слуховым аппаратом Можете выслышать? Нет А кто спрашивает? Что вы говорите По поводу слухового аппарата? Я отвечаю на ваш вопрос Вопрос звучал так Могу я слушать Или не могу я слушать? Так вот я вам По слуховому аппарату Небольшой диагноз Говорю Не знаю Потому что я не уверен В способностях Вашего слухового аппарата А теперь я задал вопрос Кто мне звонит? А вы доктор? Скажите, а вы доктор? Кто звонит? Не с кем я разговариваю Елена Александровна Могу я услышать? Я звоню на ее мобильный телефон Меня зовут Дмитрий Сергеевич Это Бан Синков Дмитрий Сергеевич А фамилия ваша как? Фамилия моя Коростелев Ваша фамилия Коростелев Поможешь? Да, да, да Отлично Вы дозвонились В юридическую организацию Которая представляет Интересы данного человека Елена Александровна Кодина Я правильно понимаю, да? Абсолютно верно Так Я вас слышал То есть я с ней переговорить не могу Она не хочет Она не хочет То есть она с вами рядом И она не может разговаривать Она в другом городе Не хочет Она в другом городе То есть ее телефон у вас? Нет, она воспользовалась Предоставленной нами услугой Переадресации И всего-то на все То есть она проигнорировала ваш звонок Потому что она делегировала Нам, как юристам Возможность общения от ее имени В формате переписки Я вас услышал Вопросов нет Всего доброго До свидания До свидания Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...